Кинопроза еврейской жизни Книжники прозы еврейской жизни Всегда, уже несколько раз у нас так бывало, что был заложен несколько противоречивый смысл Мы часто смотрели фильмы, связанные с какой-нибудь книгой Экранизация очень часто не вполне соответствует книге И сегодня у нас очень интересный по этому поводу вечер Потому что сегодня мы говорим об очень исключительном, я не знаю другого примера, случае Когда мы будем смотреть фильм, который поставлен по документальному произведению Пожалуй, только дневник Анны Франк можно сравнить Но вряд ли это вполне логичное сравнение Вполне разрешенное сравнение, потому что дневник Анны Франк И об этом мы говорили подробно, когда смотрели экранизацию BBC По этой важнейшей книге второй половины 20 века Не является вполне экранизацией документального произведения Поскольку с не вполне документальным произведением под названием «Убежище», которое написала Анна Франк Произошел реактор метаморфоз Она была превращена в пьесу, которая, по мнению целого ряда исследователей, не соответствует духу книги и так далее В общем, это была довольно сложная история А сегодня мы говорим о чем-то совсем другом Дело в том, что документальное произведение, о котором мы сегодня говорим «Гитлер-Юнге Соломон», «Гитлер-Юнге Соломон» Это, в общем, по-моему, уникальная история По нескольким параметрам Но, возвращаясь к теме нашего семинара Уникальное тут то, что по этой книге поставлено вполне художественное произведение Хотя Соломон Перрель считает, что фильм, и он вполне доволен этой экранизацией, если можно так назвать Довольно далек от канвы книги и действует по законам жанра кинематографа Тем не менее, это, конечно, довольно близкое к тому, что он написал в своей книге произведение Дело в том, что Соломон Перрель написал уникальную совершенно книгу Эта книга отличается от всех остальных известных мне книг, воспоминаний евреев, выживших на оккупированных территориях или на территориях Рейха В первую очередь своей честностью необыкновенной Поскольку мы говорим о явлении довольно распространенном, как это ни странно Евреи, которые выжили на оккупированных территориях Особенно дети, выжившие на оккупированных территориях Это не единичные случаи, речь идет о десятках тысяч человек Это очень разные способы спасения И часть из них описана довольно серьезно Часть из них описана намного меньше по правильным причинам И в принципе этот феномен спасения евреев на территориях оккупированных в нацистской Германии или на территориях Рейха Это довольно табуированная тема в силу целого ряда обстоятельств Вот перед тем, как мы сегодня будем смотреть этот фильм Я попытаюсь рассказать о нескольких подводных камнях этой проблематике, если можно сказать, этой трагедии Дело в том, что в принципе, когда мы говорим о, например, количествах праведников народов мира То есть людей, которые впоследствии были признаны спасителями евреев на оккупированных территориях Или на территориях Рейха, израильским иерусалимским институтом памяти Яд Вашем То звучат два совершенно разных мотива Два совершенно разных мотива в этом явлении Некоторые говорят о том, смотрите, как их было много Они давали человечеству шанс Потому что речь идет о десятках тысяч, опять-таки, людей А другие говорят, почему их было так мало Как Европа могла молчать, как весь мир мог молчать Когда целый народ систематизировано уничтожали И все это делалось в общем, если говорить о территории, например, Советского Союза Буквально на глазах жителей города Но дело в том, что и первый, и второй подход Он не до конца верный, поскольку явление это недостаточно понимаемо современниками Недостаточно понимаемо людьми, которые сегодня знают об этом явлении Дело в том, что спасение евреев во время войны Было связано с двумя табуированными темами Первая табуированная тема, та, которую часто пишут польские исследователи Когда спасители евреев после войны умоляли спасенных Никому не рассказывать о том, что они их спасли Поскольку, как это ни прискорбно В случае Польши, в определенном смысле в случае Украины Возвращавшиеся из укрытий или даже из гетто и концлагерей Сталкивались с агрессией соседей Которые надеялись, что уже никто не вернется Это была, конечно, по большей части имущественная история Потому что квартиры уже были заняты Имущество было захвачено И жители были не готовы возвращаться в свои неудобные квартиры Из больших квартир, которые они заняли Надеюсь, что хозяева больше никогда не вернутся Самым известным, но далеко не единственным случаем Агрессии в отношении вернувшихся является Кельтский погром Погром в польском городе Кельц Когда на евреев, которые жили в еврейской бывшей школе Пока их не расселяла новая власть Был устроен настоящий погром Некоторые были убиты И так далее И Кельтский погром стал символом этого отношения Мы такого рода эксцессы Если их можно так назвать Изучаем и в архивах Советского Союза В Киеве происходили эксцессы такого рода В других украинских городах По большей степени речь идет именно об Украине В первую очередь потому, что из эвакуации вернулось много людей Это были не единичные случаи Речь идет о десятках тысяч людей О тех людях, которые впоследствии составили еврейское население Украины То есть это были либо те люди, которые по той или иной причине выжили в гетто Я хочу напомнить, что часть гетто на территории Украины Было в протекторате Румынии И в общем в силу ряда причин там выжить было немножко полегче И скажем в гетто Буковины выжило достаточно много людей Другая часть это вернувшаяся, это огромная часть вернувшаяся из эвакуации Это речь идет уже о десятках тысяч людей И собственно фронтовики вернувшиеся с фронта Вот это вот три позиции, три вида евреев Которые вернулись в массе в украинские маленькие города И в большие города Украины И соответственно явление это было массовым И вызывало массовые проблемы, массовые эксцессы Которые в силу довольно сильной власти на местах В случае Советского Союза решались Решались мирно, назовем это так Либо евреям не давали въехать в их бывшие квартиры И расселяли их в какие-то другие квартиры Либо так и выселяли тех, чьи квартиры были заняты Если фронтовик, и мы это знаем из ряда воспоминаний, в том числе семейных воспоминаний Мог настоять на своем и вернуться в свою квартиру со своей семьей И, так сказать, эта проблема решалась на уровне власти В Польше власть была послабее в этом смысле И это привело, скажем, к кельтскому погрому В выдающемся документальном фильме Самом выдающемся документальном свидетельстве о Холокосте В шестичасовом фильме Шоа Клода Лансмана Снятого в 60-е годы В Польше Когда Клансман создал удивительное совершенно свидетельство Об отношении местных жителей к Холокосту как таковому И, в частности, так как память еще была довольно свежа К проблеме возвращающихся евреев Возвращающихся, требующих свое имущество Или тех, кто может в будущем потребовать свое имущество Это была живая народная память То есть вот живая память, что на этой улице были еврейские дома Теперь здесь живем мы И поэтому хорошо, что они не вернутся Вот это вот такое массовое отношение к евреям И поэтому, напоминаю я то, что я говорил с самого начала Многие спасшие евреев-поляки просили об этом никому не рассказывать И это довольно серьезно отображенная тема в польском кино Вот последнего десятилетия Другая проблема – это то, что, собственно, спасение как таковое Часто было довольно неоднозначным явлением Потому что для очень большого количества спасителей евреев Это была коммерция И вот надо понимать, что когда в 1941 году Началось массовое уничтожение евреев То, соответственно, какое-то количество евреев смогло оплатить Некоторое время про свое проживание в убежищах И нищие польские крестьяне или горожане Готовы были, так сказать, таким образом На этой контрабанде зарабатывать Но деньги через какое-то время заканчивали Через год-полтора И что дальше? Никто бесплатно этих людей держать у себя был не готов Не только в силу, так сказать, бесчеловечности Но и в силу элементарных военных проблем Как можно прожить в такое время Еще имея на содержание дополнительные рты Отдельно небольшая проблема Касающаяся всех спасителей евреев Что укрывательство евреев Грозило смертной казнью всей семьи Что делать? Отправить их в Освояси Их найдут Они сдадут Они на допросах расскажут, кто их прятал И расстреляют всю семью Какой выход оставался у польских укрывателей? Конечно, убить этих евреев И это было довольно распространенное явление Вот эти табуированные темы Как пример того, что мы не знаем, так сказать Как правило, в теме укрывательства евреев И праведников народов мира Тех, кто в результате были признаны праведниками народов мира Это одна сторона вопроса Другая сторона вопроса Это другой совершенно вид укрывательства Это когда евреи скрывали свое происхождение По понятным причинам Скрыть свое происхождение Как правило, могли два типа людей Два типа евреев Это либо очень ассимилированные евреи И это было довольно распространенное явление в Германии Где уже с конца XIX века Начало XX века Было довольно большое количество Вполне германизированных евреев Абсолютных патриотов Германии Которые воевали на фронтах Первой мировой войны Со стороны Германии Получали германское образование Простой факт 70% салонов интеллектуальных В Берлине в 20-х годах держали евреи И это были совершенно образованнейшие люди Что уж говорить, скажем, о Вене Где ведущие писатели, журналисты были евреями И если это был не очень заметный человек У него, соответственно, появлялся шанс Ничем не выдать свое еврейское происхождение Потому что вот есть такой Замечательный, к сожалению, забытый Или неизвестный в Советском Союзе писатель Которого мы сейчас издаем Цвип Регерзон Это уникальный человек Который, живя в Советском Союзе Писал на иврите всю жизнь Отсидел за это в лагере И продолжал писать только на иврите Печатался под псевдонимом Ацфони В Израиле Стал довольно известным писателем Неизвестно, где проживающим И никто не знал, кто это такой Так вот, у него есть несколько военных рассказов И один из заказов у него посвящен Москвичу, московскому парню Который попал на фронт Лейтенант И быстро очень попал в плен Как, собственно, тысячи, десятки, тысячи, сотни тысяч советских солдат В первые месяцы войны 1941 года И попав в окружение Он до того, как попал в плен Он понимает, что ему не выжить И он очень хорошо описывает, почему ему не выжить Ему не выжить, потому что хоть он и москвич У него есть определенный еврейский акцент У него есть некоторые еврейские характерные ужимки У него еврейский кучерявый волос В общем, он начинает над собой работать До того, как он попадает в плен Пытаясь из себя это все изжить Он, в частности, решает никогда не задавать вопросов Потому что он считает, что именно когда В вопросительной интонации Больше всего узнается еврей И он вживается в этот образ таким образом Что он, в общем, мы дальше видим его уже Вернувшимся из плена В 1945 году его не узнает отец-матерью Не узнает в этом русском мужике Своего московского интеллигентного мальчика Это вот то, что касалось даже евреев Советского Союза В 30-40-х годах Это вполне, видимо, распространенное явление Какой-то особый еще и акцент еврейский И так далее В Германии довольно большое количество Германизированных евреев Ничем таким не отличались И поэтому имели шансы спастись Дальше, по понятной причине Из них могли спастись, как правило, женщины Девочки, девушки, женщины По простой причине Какими бы ни были ассимулированными Немецкие евреи, германские евреи Тем не менее, они, как правило, проходили обряд обрезания И обряд обрезания был главным отличительным Знаком, признаком При, что называется, допросе с пристрастием И во время плена И так далее Вот в документах Вермахта После войны После начала войны В июне 1941 года Уже был распространен циркуляр В Вермахте О том, как, собственно Вести себя с пленными советскими Гражданами И в первую очередь Полагалось Выявить три категории людей Этот указ назывался Указ о комиссарах Приказ о комиссарах Это комиссаров Это евреев И третья Очень странная позиция Очень странный вид Это какая-то интеллигенция Говорящая на немецком языке Я не знаю, чем они им так особенно мешали И почему именно немецкоязычная интеллигенция Их беспокоила больше всего Но вот это был особый циркуляр И вот то, что касается евреев О них было специально написано Что каждого Всех военнопленных Надо проверять на наличие обрезания И во всех практических случаях Спасшихся евреев Советских военнопленных Во время войны При том, что мы должны себе давать Отчет, что советские военнопленные Даже не будучи евреями Имели очень мало шансов выжить В немецком плену Считается, что около 45% советских военнопленных Погибло в первые 4 месяца плена От тифа, от голода и так далее Потому что Советский Союз Сталин не подписал Ни Женевскую, ни Гаагскую конвенции И соответственно Все то, что получали Военнопленные Англичане, а потом американцы Французы и даже поляки Некоторое время По международным конвенциям Вот у меня есть троюродный брат Моей бабушки Которого я случайно обнаружил Который уехал из Польши Еще в 20-е годы В Палестину В страну Израиля И как и все остальные евреи Которые воевали со стороны Палестины Против гитлеровской коалиции Они воевали В английской армии В британской армии И большая их часть попала В Греции в плен И для меня было совершенно в свое время Потрясающим узнать Что этих евреев Палестинских евреев В немецких шталагах В немецких лагерях Для военнопленных Как правило не убивали Потому что они были Английскими военнопленными И например В этом шталаге Где был мой этот Троюродный дедушка Была синагога Все годы войны Под Мюнхеном Было кошерное питание Была молитва Потому что они были под конвенцией Ничего такого у советских солдат не было И советские солдаты Скажем были первыми жертвами Газового уничтожения Именно на них проверяли Способы умерщвления людей В газовых камерах Которые потом Стали массовым Способом уничтожения евреев И тем не менее Еврейские солдаты Какие-то еврейские Веннопленные выжили Их было немного Но не выжили И это 90% В случае Когда либо татары Которые с ними были Либо азербайджанцы Помогали им выдать себя За мусульман То есть Объяснить обрезание Вот обрезание Это была Одна из главных Отличительных причин И предательство Конечно Предательство Однополчан Предательство Соседей И так далее Которые рассказывали Уже во время Вот этой Первой селекции Когда военнопленных Выстраивали И говорили Комиссары Шаг вперед Евреи Шаг вперед Большую часть Что называется Первичной информации Давали К сожалению Сослуживцы Однополчане И так далее После этого Евреев отправляли В специальные Лагеря Скажем В Минске Был специальный Лагерь Для военнопленных Евреев Где их Очень быстро Уничтожали Либо отправляли В концлагеря В Саласпилус Например Или В Сабибор Лагерь уничтожения В Сабибор Что скажем Послужило причиной Крупнейшего Восстания Военнопленных В концлагерях Потому что Именно Еврейский Офицер Печерский Возглавил Восстание В Сабиборе Понимая Что это Лагерь уничтожения Но вот это Была такая История Про сбор Еврейских Военнопленных В определенные Концлагеря То есть В плену У евреев Шансов выжить Было Крайне мало Чрезвычайно мало Или не было вообще Это то Что касается Советских Военнопленных И это Исключительная история И мы сегодня Говорим О человеке Который Спасся Спасались Конечно И в концлагерях И в гетто Люди Выживали И в еврейской Литературе То есть В литературе Еврейских Писателей Особенно Такого Полускандального Еврейского Писателя Единственного Нобелевского Лауреата По литературе За литературные Идыши Башевиса Зингера Эта тема Проходит Довольно Оголенно Когда Всех Спасшихся В концлагерях Польских Евреев Подозревали В каком-то Подвохе Находясь В Освенциме Значит Женщины Обязательно Подозревали В том Что они были Сожительствовали С офицерами Мужчин Подозревали Что они Были в зондеркомандах Что совершенно Ни о чем Не говорит Но тем не менее То есть Подозревали В некоем Коллаборационизме В некотором В некотором Участии В самых Низовых Видах Лагерной Администрации Например Это Всегда Вызывало Некие Вопросы Это уже Не говоря о том Что у Выживших Как таковых Гетто И в концлагерях Существовал Целый Синдром Вины Они И сами Давали Повод Считать Что они В чем-то Виноваты Они Сами Считали Виноватым Судя по всему В том Что выжили Что выжили Они И это Как правило Были единственные Члены Семьи Это Вот еще Один Редкий Способ Выживания У Соломена Перреля Мы видим Абсолютно Уникальную Историю Эта история Не похожа Ни на одну Из рассказанных Ни на один Из рассказанных Вариантов Соломен Перрель 16-летним Подростком 16-летним Мальчиком Жил В советской Белоруссии Но Родился Он В Германии Это похоже На историю Кто их рассказывает То есть он Судя по всему Что для меня Удивительно Для меня Есть много Удивительных Вопросов В этой истории Ни один из них Я не посмел Задать Соломену Перрелю Хотя я с ним Довольно много Общался И наверное Когда-нибудь Об этом Пожалею Но у меня Не хватает сил У человека Который Все это прошел Такие вопросы Задавать Меня удивляет Что он Уехавший Со всем Маленьким Ребенком Из Германии С родителями В Польшу Потому что Его отец Был польским Евреем И их депортировали В Польшу В 1939 году Сбежавший В Советский Союз После Раздела Польши После пакта Риббентропа Молотова Оказавшийся Подгродно В советском Интернате Тем не менее В 1941 году Когда он попал В плен К немцам Владел немецким Языком Так что Смог себя Выдать За Фольксдойче Мне уже Это кажется Очень странным Однако Это так Во время Первой Селекции Когда К нему Подошли И спросили Юде Это был Вопрос Не вызванный Его особой Внешностью А это был Обычный Вопрос Который Задавали Всем Он ответил Нет Фольксдойче Нет Фольксдойче Фольксдойче Это Этнические Немцы Которые Были Довольно Распространенным Явлением Советском Союзе Мы знаем Помним Что была Республика Поволжских Немцев И так далее Были Тысячи Десятки Тысяч Немцев Которые Жили на территории Советского Союза И не только На территории Советского Союза В Польше Было огромное Количество Этнических Немцев И в принципе Это была Особая Категория Немецкого Интереса Мы помним Что Целый ряд Нападений Которые Совершили Немцы На разные Соседние Страны Осуществлялись Под предлогом Ущемления Прав Этнических Немцев И поэтому Собственно Спасение Этих Немцев В Латвии Или В Польше Или В Советском Союзе Была одним Из Пропагандистских Трюков Немцев Может быть Это является Главной Причиной Почему Эти солдаты И это еще Самое Начало Войны Еще нет Этой Дикой Озлобленности Которая Была Потом С радостью Верят Этому Мальчику В том Что он Фольксдойче Берут его К себе Переводчиком Поскольку Он хорошо Знает Русский Язык Хорошо Знает Немецкий Язык И вот Он так Начинает Весело Дальше Жить Никому Не приходит В голову Проверить Его обрезание А он Был обрезан Соломон Перрель Рассказывает Что По 80 Годам Он довольно Часто Стал ездить В Германию И навестил Всех Людей Которые Вот С той стороны Со стороны Вермахта Или потом Из школы Гитлера Юнге С ним Общались И в частности Нашел солдата Который Во время Селекции Спросил Его Еврею Он ему Сказал Что нет Фольксдойче Он его Спросил Почему ты Не велел Мне снять Штаны И этот Солдат Ему Якобы Ответил У меня Не возникло Никаких Сомнений В принципе Похоже И это Мне кажется Главным Достижением Этой книги Мемуарной Что Вообще Все что происходило С Соломоном С Соломоном Перелем Или как он себя Назвал Йозефом Перелем Происходило В силу Пластичности Психики Этого мальчика Вот Очень сильным Сильной частью Этой книги И фильма Как мы увидим Является то Как он показывает Насколько Он сам Вживался В образ Не просто Вживался В образ А становился Тем Кого он Изображал И началось Это не с того Время Когда он попал К немцам Началось Это с того Время Когда он попал В Советский Союз Попав Советский Союз В Гродненский Интернат Он попал Собственно В самую Сердцевину Советской пропаганды Мы понимаем Что интернаты Детские дома Вообще Школа Как таковая Была Главным полигоном Для прививания Детям Преданности Советским идеалам А это иностранцы Это Люди Выжившие Выросшие Дети Выросшие В других условиях И Перли Рассказывает Что Когда ему Задавали Вопрос В интервью После того Как вышел Этот фильм После того Как он стал Знаменитым Он дал Очень много Интервью Ему задавали Вопрос Как он Собственно Мог Встречаться Со своими Одноклассниками По Гитлеру Юнге Этими Фанатичными Немцами Которые Ненавидели Евреев Которые Он Постоянно Говорит Если бы Узнали Что он Еврей Моментально Его застрелили Как он Мог В 80-е годы С ними Общаться Нормально И он Говорит На голубом Глазу Совершенно Спокойно Что Я их Понимаю Если 12-13-летнего Мальчика Взять В закрытую Школу И вбивать Ему в голову Любую идею Будь то Идею Того Что Сталин Это Господь Бог Или идею Что Гитлер Это Господь Бог Он начинает В это верить Я помню Говорит он Что В моменты Когда Этих Уроков Расовой Чистоты Я начинал Ненавидеть Евреев Забывая О том Что я Еврей То есть Он В силу Пластичности Своей Психики Которая Конечно Является Отображением Общей Пластичности Психики Масса Особенно Подростков Готов был Не просто Простить Но понять Людей Которые Поддавались Которые Поддаются Пропаганде Которые Поддаются Массовому Психозу В школе Или В прессе В газетах В театрах Кино И так далее Телевизора Интернета Еще не было И вот Эта история Мне кажется Главной В этой книге Это история О том Насколько Человек Уязвимое Существо Насколько Человек Для того Чтобы Не дать Себя Дурманить Должен Постоян Не доверять Пропаганде И Вот Это Объяснение Мне кажется Главным Вопросе Вообще О том А как Мы Относимся К Соломону Первую Ведь мы Говорим О подростке Который Попал К немцам И Мы не требуем От него И не хотим От него И не ждем От него Что он Мог превратиться В такого Пионера Героя Яшу Гордиенко Или Котик И Какие еще Были герои В Советском Союзе В общем Мы не ожидаем Что он должен был Признаться Что он Еврей Мы не ожидаем Что он должен был Броситься на Амбразуру И так далее Мы не вправе Этого ждать От человека Мы не вправе От человека Ждать героизма Поскольку Никто из нас Не может быть Уверен Что мы на него Были бы готовы Но дальше Он попадает В силу Ряда обстоятельств В Элитную Школу Гитлера Юнги И дальше Возникает вопрос А почему Он оттуда Не бежал В 18 лет Он попадает На фронт Он рассказывает О том Сколько раз Он пытался Бежать на советскую Сторону Как это у него Не получалось Я Как вы Видимо Слышите В моем Тоне Не готов Всему верить Что он Пишет В этой книге Не только Потому что В принципе Мемуарам Верить нельзя Потому что Люди себе Присваивают Чужие воспоминания Человек В общем Склонен Даже в самых Откровенных Воспоминаниях Что-то приукрашивать Что-то не рассказывать Но вот это его история О том Как он ездил На каникулы Рождественские В Варшаву Чтобы Ездить в трамвай И смотреть В гетто Трамвай Если вы знаете Проезжал Над гетто И арийцы Ехали Над Закрытым Запрещенным Городом Где внизу Дети умирали С голоду Прямо на Улицах города Где проходили акции Где собирали людей И так далее И вот он проезжал Якобы Всматриваясь Вниз Ища Свою Свою мать Которая была В этом гетто Мне это все Конечно Представляется Несколько Преувеличенным И Я не Не знаю Что было там На самом деле Я не знаю Почему он не бежал Из немецкой армии Я не знаю Почему Этот коллаборационизм Его А он В общем еще и успел Повоевать Ему Журналист Из Нью-Йорк Таймс Задавал напрямую вопрос Приходилось ли ему Встрелять В сторону русских Он говорит Что нет Но Тем не менее Вопрос остается Я не знаю Ответов на эти все вопросы И Ответ На вопрос Вообще О природе Коллаборационизма Как такового Все присутствующие В зале Наверное Или по крайней мере Большая часть Это люди Моего возраста Или старше Меня И я еще Застал В анкетах Вопрос Были ли Ваши родственники На купированных территориях И это вопрос Не праздный Потому что Одна из причин Почему в Советском Союзе Не проходило На самом деле Как это Неудивительно Для страны В которой Была параноидальная Борьба С мнимыми Врагами народов Стоит ожидать Что все люди Оказавшиеся На территории врага На купированных территориях Были после этого Арестованы От правильного лагеря Ничего подобного Ничего подобного Не было Вы проходили Судебные Процессы Прямо сразу После освобождения Ростова-на-Дону Или Харькова Над полицаями Но в массе своей Советские люди Оказавшиеся Миллионами На оккупированных территориях Никаким репрессиям Подвергнуты не были И это было Как бы Пятно на биографии Закрывало Путь В определенные Элиты Но тем не менее Не стало причиной Массы хорестов Почему? Потому что тогда Надо было бы сослать В лагеря Миллионы людей Или еще фактор В 1941 году Были сформированы Национальные дивизии Из прибалтийских Республик Которые До войны Вошли в Советский Союз И Например Латышская дивизия Называлась сначала Латвийская дивизия И вдруг Была Через несколько месяцев Переименована В Латышская дивизия Почему? По одной простой причине В принципе Эти национальные дивизии Были созданы Для того Чтобы Опровергнуть Факт Того Что На всех территориях Этих новоприобретенных Территориях Советского Союза Был не просто Массовый коллаборационизм Не просто Массовое сотрудничество С немецкими оккупантами А в общем Немецких оккупантов Принимали Как освободителей И Для того Чтобы показать Что это не так Вот создавались Не латыш Не латвийские дивизии Не дивизии людей Которые Были выходцами Из Латвии А латышская дивизия Что подразумевало Что это были Якобы Латыши Что не изменило Факт Что в некоторых батальонах До 50% Были евреи А уроки Боевого искусства Проходили наидыши Потому что Они не знали Ни русского Ни латышского языка Вот таких факторов Было достаточно много В этой всей В этой всей истории И поэтому Эта страница Была Как бы Перевернута И Массовая коллаборация Скажем Требует Своего особого Изучения Скажем Так называемая Русская освободительная Армия Власовцы Которые Конечно В отличие От людей Оказавшихся На оккупированных Территориях В массе своей Воспринимались И в Советском Союзе Как предатели И разумеется Подвергались репрессиям Массово оказались В лагерях И справедливо Но тем не менее Конечно Этот вопрос Не так прост Потому что Речь идет о Людях Которые оказались В совершенно Невозможных Условиях В условиях Которых Как было сказано 46% Воен Советских Военопленных Умерло Естественной смертью В первые месяцы Плена Уже в 41 году И в условиях В которых Они В своей стране Воспринимались Как предатели Знаменитый УК Приказ Сталина Ни шагу назад То есть Люди Которые Не должны Сдаваться В плен Люди Которые Не имеют Права Отступать То есть Должны Совершить Что-то Невозможное И как Абсолютная Антитеза Поэтому В стенограммах Переговорах Сталина Черчилля Уже в 42-43 году Черчилль Постоянно Говорит Приехав В Москву И потом На других Переговорах Постоянно Говорит Что Главная Проблема Главный Вопрос Который Интересует Английскую Армии Кем Не было Совершено Лагерным Начальством Гестаповцами ССовцами И так далее Воспринимательское Военное Преступление Будет наказано По всей Строгости Законно Сталин Ничего Такого Не согласился Подписывать До апреля 45-го года То есть За месяц До войны Вот это Отношение К пленным Отношение К собственным Гражданам Оказавшись На оккупированных Территориях И так далее Конечно Ставит Огромные Вопросы О том Тех людей Которые Миллионными Были обвинены Впоследствии В коллаборационизме В том числе Со всеми Основаниями Вроде Русской Освободительной Армии Власовцев Хочу напомнить Что в первой Книжке Эдинбурга О 41-м Годе Выходили у него Такие Сборники Советского Героизма Главным Героем Первого Тома Был Молодой Герой Битвы За Москву Генерал Власов Поэтому История Которая Мы сегодня Говорим Это еще История Которая Ставит Перед нами Всеми Вопросы О выборе Вопросы О том Что мы Вправе Требовать От Людей Оказавшихся В безысходной Ситуации И поэтому Это нечто Большее Чем просто Книга Мемуаров Мальчика Который В 16 лет Оказался В плену И выжил В этом Плену Именно Поэтому Это очень Важная История Важная Книга И важное Кино Что касается Кино Мы его Сейчас Посмотрим Я надеюсь Уже Да А что Касается Книги То я Хочу Напомнить Что По окончании Кино Мы поговорим О фильме А потом Разыграем Пять Экземпляров Книги Соломон Перль Которые Представляют В качестве Подарка Наше Издательство Те Кому Не повезет Смогут Его Приобрести На выходе Большое Спасибо И Интересного Вам Просмотра Добрый Вечер Я ужасно Рада Видеть Вас На этом Показе Потому Что Картина Агнышки Холланд Это Все Таки Картина Очень Непростая Тема В общем Требующая Смелости И мужества От зрителей Готовности К этой теме И Я даже Наверное По какому-то Своему личному Опыту Могу сказать Что И ко мне Это готовность Смотреть Фильмы Про Шоа Думать На эту Тему Искать Какой-то Дополнительный Информацию Это Все Приходит Не Сразу И Поэтому Я рада Что Многие Из Вас Уже В таком Состоянии Внутренней Готовности Мне Хотелось Совсем Недолго Но Все-таки Дать Несколько Комментариев К картине Которую мы Только что С вами Посмотрели И Мы будем Двигаться От общего К частному То есть Буквально Пару слов Мне Хотелось Сказать Про Польское Кино Агнашка Холланд Несмотря На свою Международную Карьеру И даже В плане Образования Да Она Все-таки В Чехословакии Училась Тем не менее Это человек Который Очень тесно Связан С польской Кинематографической Средой О темах Холокоста Для Польши Это Тема Крайне важная И наверное Польша Как утверждают Исследователи Это вторая Вторая страна После Америки Которая Обращается Так же часто К теме Холокоста В своем Игровом кино Это первое И второе Конечно Такой момент Тоже кстати Связывающий Польское кино С Американским Это Если Идет Военная Тема То она Неизбежно Содержит В себе Тему Холокоста И Судьбы Непростой Судьбы Евреев Неважно Попали Они В гетто Или Им удалось Каким-то чудесным образом Избежать Избежать Этой Участи И поскольку Даже если Это не было Так монументально Как в истории В истории Соломона Как лучший Лучший фильм Иностранный Германия Честно говоря Не осмелилась Потому что Вот собственно Из-за этой Ироничной Позиции Которую мы Видим В этой Картине Потому что Европа Европа Это все-таки Не Не Стопроцентно Такое Серьезное И трагическое Высказывание Тут очень Много Иронии Горькой Иронии Черного Юмора Может быть Даже Или Присущее Ранним Работам Холланд Такие Сюрреалистические Вещи Которые Я думаю Вы обратили Внимание В снах Которые Да Вот этот Танец Двух Тиранов Да И Очень Чувственный Танец Да Отношения Между ними Которые Конечно Рифмуется С танцем Например Соломона И Такое Вот В советском Детском Доме Вокруг Война И тут Вот эта Завороженность Вот это Мгновение Которое Как бы Агнышка Холланд Его задерживает И Эта Сцена Конечно Рифмуется Со Сном И Мы Сразу Видим Несколько Снов Очень Таких Странных Фантасмагоричных И Это Такой Привет Конечно К ранним Работам Холланд И Германия В общем Как-то Не осмелилась Выдвинуть Эту Картину Как Лучший Лучший Игровой Фильм Иностранный Но Фильм Был В очень Необычной Категории Поучаствовал Он не получил Приз Но Была номинация Адаптированный Сценарий И То есть Для того Времени Да я думаю Может быть Даже и для Сегодняшнего Зрителя Хотя Сегодняшний Зритель Гораздо Более Искушен И В теме Репрезентации Холокоста В том числе И во многих Других Темах Но Тогда Конечно Очень Неоднозначная Была Реакция Хотя Картина Имела Успех Про Польское Кино Что-то Я еще Хотела Сказать Да Что Как раз После 89 Года Активно Начинается Вообще Вот Восточный Блок Но Польша Прежде Всего Разбираться С этой Темой И разбираться В самих Себе Потому Что Наверное Абсолютное Большинство Польских Фильмов Про Военную Тему Это Это отношение Евреев И поляков То есть Немцы Они Они Конечно Существуют Но Они Далеко Не на Первом Не на Первом Плане То есть Это Вопросы Поляков К самим Себе А как Мы Себя Вели И В течение 60 Ну Вот Как бы Большую Часть 20 Века Когда Все-таки В польском Кино Как и В советском Существовала Цензура Откровенные Сильные Высказывания Были Просто Невозможны Хотя Сделано Было Гораздо Больше Чем В советском Кино И 90 И уж Тем более 2000 Это Время Такого Жестокого Беспощадного Я бы сказала Самоанализа Для Польской Культуры В целом Не только Для кинематографа Что Дает Агнешке Холланд Конечно Такое Моральное Право И Использовать Иронию И В общем Очень Неоднозначно Показывать Как евреев Так и Поляков Это В общем Ее собственное Происхождение Папа У нее Был Евреем И Ее Бабушки И дедушки Погибли В гетто И С этой Точки Зрения Она Может Имеет Какое-то Внутреннее Право Прикасаться К этой Трагедии И Давать Свой Нестандартный Иногда Комментарий С другой Стороны У нее Есть Конечно И католические Корни Польские Поэтому Религия В принципе Для нее Безумно Интересный Такой Предмет И Вот Сейчас Я уже Перейду На Такой Более Подробный Уровень Это Фильмы Холланд Именно Про Холокост А Европа Европа Это Не Первое И не Последнее Обращение Обращение К Тематике Хотя Наверное Самое Самое Известное До Европы Европы Она Сняла На мой Наверное Взгляд Даже Не менее По крайней мере Сильную Картину В русском Переводе Горький Горькая Жатва Или Горький Урожай Более Камерная История И Тоже Очень Непростая Ситуация Сосуществования Поляка И Еврейской Женщины Которую Он Укрывает Потом Последовала Собственно Картина Европы Европы 90-й год И Относительно Недавно Она Сняла Картину В темноте По-моему 11-й год Уже Такое Кино Более Привычное Более Может быть Даже Голливудское И По своей Структуре Но Я думаю Вы заметили Что Агнашка Холланд За что Ее Кстати Некоторые Киноведы К ней Прохладно Относятся Потому что Она Активно Работает В Жанровом Кино Использует Такую Очень Четкую Структуру Прописанную То есть Играет Вот На поле Этого Зрительского Жанрового Кино Но В связи С этим Мне хочется Сказать Что Как Многие Авторские Режиссеры Которые Уходят В Жанровое Кино Особенно В Мелодраму У Агнашки Холланд Как раз Мелодрама Представлена Крайне Явно И Богато Особенно Горькая Горькая Ее Первая Картина Конечно Она Была Про Холокост Про Непростые Отношения Поляков И Евреев Которые Как бы Соседи Но Вот Это Соседство Очень И Очень Непростое Но Если Очень Немножко С дистанции Смотреть На Горькую Жатву То По сути Это Был Еще Фильм О Взаимоотношении Полов Потому Что Был Мужчина Поляк И Отношения Мужского И Женского И Вот В Горькой Жатве Как раз Это Было То Двойное Дно Доминирования И Подчинения Когда Две Равноценные Индивидуальности Поставленные В такие Экстремальные Условия Пытаются Все-таки Как-то Выстроить Эти отношения Если Говорить Про Наш Сегодняшний Фильм То Для Меня Вот Этот Зашитый В Картину Смысл Конечно Нужно Искать В том Времени Когда Это Было Сделано 90 Год Еще Год Распадается Советский Союз Но Уже Для Польши Начались Изменения И Для Самих Поляков Очень Больной Вопрос Кто Был С Властью А Кто Все Эти Годы По Крайней Мере В 80 Пытался Выстраивать Или Что-то Делать Противодействовать Этой Идеологической Машине И Вот Эта Финальная Сцена Когда Два Брата Находящиеся Кстати Эти Актеры Они Реально Братья Рене И Марко Хоф Шнайдеры Когда Они Признают Друг Друга Это Еще Какая-то Такая Очень Польская История Что Сейчас Когда Нет Этого Давления В 90 Году Нам Нужно Как-то Свою Историю Как-то Выработать Какие-то Правила Какую-то Почву Для Взаимопонимания И Прежде всего Мы должны Обняться Понять Что мы Вместе И теперь Нет этого Внешнего Давления Поэтому Здесь Конечно Холланд Говорит Про Холокост Говорит Про Эту Очень Близкую Для нее Больную Тему Но У нее Есть Еще И Другие Мысли Общепольского Масштаба И шире Общечеловеческого Последняя Ее картина В темноте Она Такая Совсем Голливудская Как я Сказала Наверное Это Я сейчас Выражу Только Лично Своё мнение Мне она Менее Интересна Чем Ее Первая Чем Европа Европа И Горькая Жатва Однако Если кто Не следит За новостями Кино Сейчас Прошел Берлинский Кинофестиваль Агнешка Холланд Получила Приз Берлинского Кинофестиваля За свой Последний Фильм Он правда Не про Холокост Но Тем не менее Режиссер Который В общем Уже Бабушка Скажем Так Польского Кино Вторая Молодость Абсолютно Потому Что Конечно Мы его Еще не Видели Только Премьера Была Однако Все Критики Говорят Что это Кино Очень Свежее Очень Яркое И Ну Вот В общем Следите За тем Надеюсь Может быть На Московском Кинофестивале Нас порадуют Все-таки Да Соседские Страны Там Часто Какие-то Премьеры Устраивают Так что След зверя Это Ее последняя Картина И То что Я хотела Сказать Непосредственно Уже Про Европу Европу В довольно Небольшом Необычном Вернее Сравнении С картинами Не только На Тему Второй Мировой Войны Для меня Европа Европа Соотносится С двумя Фильмами Первый Как ни странно Это Советский Фильм Это советский Фильм Может быть Кто-то его Видел Попугай Говорящий Наидиш Где Есть Вот эта Структура Персонажа Ну там Есть Тоже Комедийный Такой Это В общем Такая Грустная Комедия Где Герой Такой Шлемазал Настоящий Недотепа Который Попадает На фронт И вот Куда бы он Не попал Он везде Несмотря на то Что он Абсолютно Неумеха И не приспособлен К вот этим Условиям Военным Да Очень жестким Он везде Оказывается Героем Он такой Как и наш Персонаж Он такой Колобок Который И от дедушки Ушел И от бабушки Ушел Да Вот это Совершенно Такая Сказочная Структура Надо признать Агнешка Холланд Конечно Подправила Реальные Воспоминания Вот То о чем Мы говорили Ну В частности Конечно Братья Не встретились Вот так Случайно Соломон Он очень долго Искал Своего брата И Да Встреча Произошла Но Усилий К этому Было приложено Очень и очень Много И я думаю Что там Очень много Конечно Вольностей Позволила себе Холланд Однако Соломону Понравился Этот фильм Так что С этой точки Зрения Мы можем быть Как зрители Спокойны Что Оригинал Если и был Переработан То Так что Автору Понравилось Хотя Марка Хофшнайдер Кому бы не понравилось Что он его играет Ну ладно Вот Так вот Попугай Говорящий Наидиш Который Выходит В 90 Году Вот Для меня Эти картины Очень и очень Связаны Да Герой Который Который С одной Стороны Совершенно Не приспособлен Для этих Условий В них Абсолютно Вписывается И Выходит Победителем А вторая Картина С которой У меня Очень Очень Такая Яркая Ассоциация Это Вуди Аллен Зелик Зелик Это совершенно Прекрасная Инноваторская Для середины Восьмидесятых Картина О герое Которого Играет Как очень часто У Вуди Аллена Вуди Аллен Еврея Который Обладает Уникальной Способностью Превращаться В тех людей С которыми Он общается Если он Общается С полными Людми Он тут же Становится Полным Если он Общается С афроамериканцами Он тут же Цвет его Кожи Темнеет И так до бесконечности Он как бы Мимикрирует Под эту среду Так же Как наш Соломон Он Он не играет Да Он не играет Все эти роли Он в них Вживается Абсолютно И поэтому И самая главная Дилемма Зелега Была в том Что Пытаясь Слиться С окружением Он выбивается Максимально Он становится Уникумом К которому Приковано Всеобщее Внимание И вот Мне кажется Вот эти Трансформации И непонятно Что такое Соломон Это такой Человек Бессвойств Или это Все-таки Такая Жесткая Необходимость Ну Понятно Что это Необходимость Но В чем Она Коренится А есть ли Что-то там Свое Вот Завет отца Не забывай Кто ты есть Вот этот Тот путь Который Герой наш Проходит Он должен понять А кто же он есть И вот эти Испытания Вот эти Трансформации Превращения Которые с ним Происходят По сути По сути Для того Чтобы он Это выяснил Хотя Конечно Опять же Вот Возвращаясь К иронии Агнышки Холланд Там конечно В конце Такой Вроде бы Хэппи-энд А дальше Я попал В Палестину И все Хорошо Но Мы-то Понимаем Что В то время В Палестине Как раз Опыт Например Лагерный Лагерный Таким Хорошим Хорошим Благостным Финалом Он приезжает В Палестину А не В Израиль Соломон Пирель Еще успел Повоевать За Свою Страну И опять же Поскольку Я В первую очередь Интересуюсь И занимаюсь Израильским Кино То Холокост Для израильского Кино Это очень Долго Табуированная Тема И для Израильского Общества Поэтому Вот этот Хэппи-энд Он Он тоже С большими И большими Оговорками Вот Я Да Чтобы нас Не выгнали Из зала Я наверное Заканчиваю Да Я могу Только сказать Насчет Начала Насчет Конца Двух вещей Мне здесь Сильно Не хватило Первое Это Того Что сам Соломон Считает Главное В своем Выживании Это Слова матери Когда она Его Отправляла В ночь Чтобы переплывать Через бук На советскую Сторону Это обязательно Выживи И он Считает Что именно Эти слова Его заставляли На все это Ити А второе Да Вот этого Конца Продолжения Того Как он Оказался Не просто В Палестине Отвоевал Два года И так далее И он Действительно 40 лет Скрывал Всю эту историю Рассказал Ее только Потом А в прошлом Году Когда мы Издавали Эту книгу Он сюда Приехал Он вообще Очень В последней сцене Если вы не поняли Из титров Поет Иный Матов Это он В 90-м Году Прошло 16 лет Мне кажется Он Стал Получше Выглядеть Чем на этой сцене Он очень живой человек Очень ироничный И Очень сложный Как мне кажется Как вы должны были понять Конечно Из этого фильма И мне кажется Что главное Достоинство И фильма И тем более Книги Для меня Эта книга Намного Сильнее Чем Этот фильм Это правда Он не пытается Сделать из себя Героя И Его Книга И воспоминания Уже 40 лет Спустя Была принята На самом деле Очень сложно И если Школьники В Израиле Это Как рассказывают Все После просмотра Этого фильма Вдруг входил Человек В зал Пожилой И говорил Я Соломон Перелин И начинали хлопать Девочки Плакали То Более Взрослая Публика Принимала Это все В штыки Ему Кричали Что он Нацист И Спрашивали Как он Мог выжить Почему он Не сказал Что он Еврей И его Самый Знаменитый Ответ Это то Что Сейчас Сидя В этом Кресле Ты мне Говоришь Что я Должен был Делать Хотел бы Я тебя Увидеть На своем Месте Но Тем не менее При том Что он Себе Не ищет Оправданий А просто Объясняет Что он Выживал По Завету Матери Это Честная Книга Вот В книге Он Еще Менее Гламурный Чем В фильме И Вот Эти Переживания Как он Действительно Плакал Когда узнал О Сталинграде О том Что В Сталинграде Армия Паулюса Разбита И о том Как он терял Друзей С этих Солдат На фронте Это для него Были страшные Потери Он сам В себе Не мог Разобраться Как он может Плакать Из-за того Что погибли Убийцы Его народа И так далее Это Довольно Сильные Послания И конечно Послания О котором мы говорили В самом начале Послания О пропаганде Для него И это он говорил На своей презентации Здесь год назад Важнее всего Было объяснить Что он Абсолютно уверен Что любой человек Которому с детства Вбивают в голову Любые истины Обязательно Их приобретет И он Успевший быть Польским Патриотом Советским Патриотом И немецким Патриотом Нацистским Патриотом Понимает Это лучше Всех Остальных Ну мы действительно Должны уже Наша Если Никто не хочет Ничего сказать По этому поводу Дополнительного Потому что Мы как-то узурпировали На это право Мы должны Разыграть Нашу Наши пять книг Мы сейчас Разберем Вот если Да Как-то их можно Размешать Чтобы было Все честно У волшебника Сулеймана Вот Вот эта книжка Вот она Она небольшая Но Очень важная И очень емкая Мы сейчас Разыграем Пять книг Если Вам случайно Не хватит То на выходе Можно их Приобрести Номер три Вот Замечательно Номер три Вы никому Подарить Не хотите В зале Ну Номер одиннадцать Пожалуйста Это вы должны решить Я за вас не могу решить Книжка ваша Если хотите Мы можем переиграть Можете кому-то выбрать Семь Есть семь Вообще Пока к нам идет номер семь Могу сказать Господа Что Очень рада Что вас много И что вы досидели До конца Спасибо Так Следующий номер Как это не удивительно Номер Двадцать восемь Мне показалось восемь Сначала Двадцать восемь Да Пожалуйста У нас осталось Еще две книги Надеюсь Что все будет Тоже С попаданием На присутствующих Двадцать шесть Пожалуйста И наконец Последний Наша книга Соломон Перль Гитлер Юнг Соломон Тридцать четыре Уважаемые господа Большое вам спасибо Приходите обязательно На наши следующие Встречи Я надеюсь Что вам понравится Что вам понравится